Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Друзья, вы наверное все уже знаете, что мой любимый тип юмора это постирония. Ведь как еще вы сможете объяснить целых 5 роликов подряд по адванс ролеплей. Ну то есть что это такое, если это не постирония, переходящая уже в какую-то там знаете ли мета иронию вот всего-всего вот этого вот. Но сегодня у нас такое знаете ли опять-таки возможно даже мета ироничный видеоролик, мета ироничный видеоролик. Потому что сегодня у нас будет обзор на форум. Обзор на форум Аризона РП. Я подумал, что раз уж об этом пишут какие-то новостные издания, если их таковыми можно назвать по GTA Sam. То почему на моем канале я не могу сделать обзор на форум проекта, на котором я снимаю. Уже там вот в марте этого года будет по-моему 2 года, как я снимаю на Аризона Ролеплей. И в целом, то есть сами должны понимать, что все это, оно нормально, отлично, объективно и вообще замечательно для всех нас. Но перед всем этим, что я вам хочу сказать. Аризон Ролеплей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить себя на руки своего персонажа целых 300 тысяч вертов. Вся эта и другая дополнительная информация находится в описании данного видеоролика. Можете заходить туда и вот всю эту информацию там проверять, успешно чекать и делать все вот эти вот знаете ли, прочие вещи от всего-всего вот этого вот. Однако, ладно, ладно, также у меня есть телеграм-канал, на него вы тоже можете подписаться, там сейчас выходит вся информация по обзору, по хронометражу, по всему. То есть нигде более этой информации не будет, либо она будет появляться на несколько часов позже, но все равно вся информация про сам по обзору, который выйдет 29 февраля, она вся находится в моем телеграм-канале. Заходите туда и в общем-то ознакомливайтесь со всей этой информацией в полном объеме. Так вот, Arizona RP, не так давно, я не знаю когда вы будете смотреть данный видеоролик, я не знаю когда я его вообще выпущу. В общем-то, Arizona Roleplay, такой GTA Sam проект, он сделал редизайн своего форума. И если на него посмотреть вот так вот, знаете, с первого раза, тем более, если ты, знаете ли, там, давно не играл в GTA Sam на Arizona Roleplay, либо просто не заходил на их форум, либо заходил, но когда-то давно и отдаленно помнишь, что там была какая-то вот эта вот, знаете ли, вся красная палитра и что-то там еще было, то, заходя на этот форум обновленный, редизайнутый, у тебя разбегаются глаза буквально. То есть, ты просто вот на все это смотришь и глаза у тебя просто, блять, на лоб лезут, ты не знаешь, что, куда смотреть, главное форумы, что нового пользователя, что это вообще все такое. И вот нажимая на все вот эти вот, знаете ли, вещи на форуме, там такая, ну, приятная, что ли, анимация нажатия на все это и такое, как мне кажется, должно быть абсолютно точно везде. То есть, я не знаю, почему на прочих проектах такого вот нигде нету, почему они такого на своих форумах не делают, но вот, в общем-то, если мы переходим в какие-то разделы, наверное, это будет правильно назвать треды, ну, возможно, возможно, я ошибаюсь, но вполне возможно, давайте я буду назвать это просто треды. То есть, если мы переходим в какие-то треды на этом самом форуме, то тут нас встречает такая, знаете ли, выдержанная цветовая гамма всего этого. Вот, допустим, мы заходим в какой-нибудь, там, я не знаю, системный раздел по типу новости информации, и тут мы видим, что есть какие-то, там, я не знаю, вот, Сэм Масон, допустим, ты заходишь, там вот покрашен он в красной администрации, у него там есть галочка. Я не знаю, были ли галочки до этого, но, в общем-то, они выглядят прям вот максимально охуительно. Мне бы хотелось найти какого-нибудь валика на этом форуме, но я не знаю, вот можно ли его вообще найти или нельзя в целом. То есть, если я где-то отыщу старый дизайн форума, я вам тут его покажу в целом. То есть, всё стало в таких, знаете ли, двух основных цветах, как это обычно сейчас всё и делается. То есть, такой, знаете ли, синенький какой-то такой, знаете, синий-голубой, синенький, где-то вот там всё это есть, а я не знаю, вот, все остальные цвета тут есть, и красный. То есть, вот, два основных таких цвета, которые присутствуют на данном форуме. То есть, ты вот прям на него заходишь и понимаешь, такой, ага, мне надо там на сервер Феникс и, допустим, в какой-нибудь, я там не знаю, раздел всего этого. Кстати, стоит признать, что, допустим, когда ты заходишь к какому-нибудь главному администратору, у него подобной галочки нет. Было бы неплохо, если бы можно было как-то там, знаете ли, верифицироваться, как там ВКонтакте, галочку бы тебе давали. Ты там скидываешь паспорт, вот это вот самое, ты, допустим, главный администратор, скидываешь паспорт, там, какой-нибудь вот этой вот администрации на Аризоне, тебе на форуме дают галочку. Однако, нужна ли эта галочка особо так, непонятно. Вот, то есть, ну, вот, прям, вот, есть такое некое сомнение, но, возможно, для тех, кто прям вот любит, чтобы у него там везде были вот эти вот все галочки, ему всё это будет прям вот максимально нужно. Поэтому, ну, как бы, что тут ещё можно сказать по поводу всего этого форума? Сам движок, сам вот этот сайт, всё, как это вот всё выглядит, оно осталось точно таким же, абсолютно точно практичным. То есть, навигация достаточно лёгкая, и ты понимаешь, что вот оно всё есть. Однако, вот, не покидает меня мысль того, что вот, когда ты заходишь в какую-нибудь тему на форуме, где там могут оставлять свои жалобы там игроки и всё прочее, то есть, там прям идёт такое, знаете ли, расслоение по всем этим цветам, и ты, типа, такой смотришь, и вот глаза прям максимально разбегаются, лично у меня. Однако, вы можете выразить своё мнение по поводу всего вот этого вот форума и всех прочих вещей, если вы уже успели его заценить. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Это был первый в мире обзор на форум в GTA Sampi. Такого вы не увидите ни у каких ваших вот этих вот, знаете, любимых GTA Sampi ютуберов, потому что такое может быть только у меня на канале. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Заходите на Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм DanteConnor находится в описании данного видеоролика. Всем спасибо, всем пока!